Александр Григорьевич, добрый день. Раскройте, пожалуйста, тайну. Как вчерашний ужин прошел? О чем говорили помимо праздничных повестков? Хороший был ужин. О чем говорили помимо праздничных повестков? Ой, слушай, вчера говорили все вопросы, я иду и думаю, о чем мы сегодня будем говорить. Что самое такое для нас? От геополитики до конкретных внутренних вопросов. Но главное, давайте будем вместе. Александр Григорьевич, а что касается геополитики? Некоторые головы на Украине призывают, что нужно идти на Беларусь. Ну пусть попробуют. Мы их ждем. Но я вам должен сказать, что в Беларуси, если кто-то, как я говорю, извините, и вякает, то это люди, которые абсолютно не принимают никаких решений. Это просто вяканье обычное. И никто из серьезных людей, даже на уровне президента Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь. Это головная боль очень серьезная, которая приведет к краху вообще в военном отношении киевские власти. Поэтому это просто вяканье тех людей, которые ни за что не отвечают. Они могут говорить что угодно. Поэтому мы в этом отношении абсолютно спокойны. Ну и потом мы же не скрываем о том, что мы поддерживаем определенные контакты с украинскими властями. Пусть они минимальны, но по тем каналам, которые помогают нам, россиянам, обменивать военнопленных, контакты поддерживать на гуманитарном уровне. Это нормальный контакт, и мы здесь вместе работаем с россиянами. Поэтому с любой стороны, с любых позиций влезть в Беларусь вот таким образом, полторы тысячи километров, границам, украинцам это точно не нужно. Спасибо вам огромное. Спасибо огромное. Спасибо. Сейчас не чувствую, потому что я уже почувствовал в то время, когда на территорию Беларуси вернулось самое серьезное оружие. Вот тогда я почувствовал. А сейчас это фактически усиление той позиции, которую мы почувствовали в Беларуси давно. А новые риски не возникают в этой связи для страны? Слушайте, риски, мир сейчас бешено меняется, поэтому риски все время появляются. Некоторые исчезают, поэтому риски для кого-то новые появились, это точно, но не для нас. Каков протокол принятия решения в случае, если придется его принимать? Если придется применять оружие, слушайте, даже если бы мы, как Северокорея, имели оружие, произведенное и созданное у себя, оно никогда в жизни ни одна страна бы не применила его самостоятельно, без консультации с своими союзниками. А тем более нам, без консультации с Российской Федерацией. Поэтому, если не дай бог, но я опять же говорю, что, как Путин говорил, вы задали вопрос, я отвечаю. Потому что браться с этим оружием это серьезное дело. Но если бы вдруг обозначена тема, когда она применяется, то, естественно, мы не просто проконсультировались, мы бы очень серьезно провели переговоры с президентом России о применении этого оружия. В российской ядерной доктрине теперь запланирован ответ ядерным, возможно, ответ ядерным ударом, даже в том случае, если против союзного государства, заложите, в том числе применяется не ядерное оружие, но угрожает суверенитет. Вот где вот эта красная линия для вас проходит? Граница государственная, мы уже об этом сказали. Четко и определенно. Если кто-то пересекает нашу государственную границу, мы будем все делать для применения всего оружия, которое есть в Беларуси. И самое последнее, что подарили на день рождения? Кому? Владимир Владимирович. Ну, очень серьезный подарок, который создавали наши умельцы. Ну, я думаю, это вы Владимир Владимирович спросите. Он оригинальный и особенный. Поэтому я даже и не хочу говорить. Очень серьезный подарок, созданный руками белорусов, который хорошо относится не только к России, но и лично к президенту России. Благодарю вас. Я думаю, он вам может показать, вам понравится. Спасибо. 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 Спасибо.